всем привет профессия рэпер снова с вами мы сегодня снимаем очень такой маленький уютненький выпуск на студии газгольдер но не самый основной у одного из них из новых артистов макса доп допа он как раз уже здесь нас встречает привет ну что показывай как вы здесь обосновались получается вот дверь и надо звонить звонок чтобы зайти нас нас не пускают наконец-то начали снимать перед нами доб доб человек который выбрал себе псевдоним который невозможно нагуглить нормально все же не денешься никуда почему можно переименоваться ногу не получится ну чё давай показывай как вы здесь обжились здесь вообще ничего не это не ваши это не ваши это не ваш помещение вашего компьютер вашу все нету все наше кроме мониторов монитору монитору вам дали здесь на самом деле расскажи о быте артиста на газе там учены потихонечку просто двигаемся муримка ничего си клавиатуру ты мне уже признался что не подключаешь чете провода не ходит не важно что она выглядит как клавиатура за полторы тысячи рублей совета 5500 ну сцены выросли в цену сейчас растут на все поэтому неудивительно что клавиатуры которые выглядят на полторы тысячи рублей по факту стоит 5500 москве потому что в нижнем новгороде в нижнему бас торговались до пятишки ну диман бас торговался шляпник диман сергеевич мой дорогой друг и приятель всем здрасте привет мы не виделись меня зовут дима диман сергеевич это мой друг прямо с почти детства и мы с ним в принципе всю дорогу двигаемся и вместе мы на газе потому что у меня однажды случилась депрессия что я занимаюсь работаю на работах там и творчество уделяю очень мало времени вот и жил это в держинске мой родной город а диман сергеевич тогда уехал работать аниматором в сочи море там все остальное я говорю димана у меня здесь вот хрущевки стрёмно как башки к башки бухлишка и все остальное в общем короче поехала в сочи приехал к диману стал с ним работать аниматором буквально месяц мы отработали и такие подумали а давай мы просто короче сейчас возьмем все наши деньги которые мы заработали снимем какой-нибудь номер там в гестхаусе выпуск 2 из клоповника и сколько у нас хватит на еду столько мы проживем короче и в это время мы напишем тебе три песни мне три песни и отправим по лейблам и и работать мы больше не будем и если короче у нас выгорит то мы будем подписаны на какой-то лейбл будем заниматься чисто музыкой кайфовать либо короче мы будем бомжами в сочи расскажите я думаю что многим будет интересно как тебя приглашают на лейбл у вас уже своя студия здесь на в офисе газа это круто вообще это круто нам позвонила оля агада и сказала у вас в принципе хорошие песни вот вы куда хотите на газ мы такие говорим ну типа да она горит хорошо я покажу василь михалыч песни а у нас так случилось то что мы вот эти три недели уже проебали и вернулись обратно в этот пансионат в котором мы работали аниматорами и мы говорим пацаны там вроде нас как бы берут поэтому мы сейчас чуть-чуть поживем у вас здесь потесним вас немножечко пару дней и в итоге пара дней вышла там вне неделю и на нас что-то стали уже так косенько так смотреть типа пацаны ну типа давайте отсюда побыстрее короче вот и а с той стороны отсюда еще не было никакого ответа и мы просто что-то взяли билеты и поехали сюда мы еще не знали берут нас не берут и на следующий день на следующий день нам говорят то что приезжайте познакомимся и мы приезжаем короче знакомиться слава богу у нас не было ничего в принципе чтобы жить этот день следующий и дима сергеевич не говорит фразу нас то есть вообще вот мы мы из сочи приехали там же тепло там хорошо там мандарины и эти хурма и гранат и короче мы приезжаем в рванье в одежде вот примерно в такой же зимой вот подъезжаем газу у нас не негде сегодня ночевать уже будет нечего есть и дима не такой горит макс он смотри у тебя сейчас короче ситуации следующий я нужно тебе нужно сейчас не подписаться на газ там совсем познакомиться да хотя нас просто познакомиться позвали тебя надо сейчас сделать совершенно другую вещь тебе нужно сейчас раздобыть нам денег и короче сделать так чтобы нам было где жить у нас там было такое собрание там был коля дуксин оля агада ричи ну и в общем там про много народу было человек десять короче нас за круглым столом и такие сидим они просят нас что-то рассказать про песни рассказать то мы такие мы рассказываем они говорят ну хорошо хорошо вы рассказываете типа молодцы но смотрите вы нам нравитесь скажите я вот чего у вас нет чем мы можем вам сейчас дать чтобы ну нормально было чтобы нормально сейчас писали музыку там все такое мы грим а ничего нет они такие ха 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 засмеялись все короче говорят несерьезно мы такие несерьезно вот и они такие совещаются и все и везут нас в отель дают нам чуть денег на на жизнь и с того момента нам дают в принципе где работать где жить и еда у нас имеется на самом деле мега крутая история мега крутая у меня аж мурашки охренеть вы конечно рисковые парни у меня все время ощущение что песни которые мы выпускаем мне не сначала нравится а потом я слушаю думаю какая скукота просто как вот это можно слушать ты не первый я тебе скажу что это у многих музыкантов так у меня также это и заставляет писать новые песни представьте если тебе очень нравились старые песни это кстати тоже бывает те очень нравятся старые песни и ты думаешь что новые лучше уже не будут так такой это тоже однажды посещает и ты ничего не можешь написать ничего нового потому что знаешь что не получится так же круто чем там например песня которая зашла вот и когда появляется первый хит и это очень сложное чувство это даже еще хуже чем когда просто треки не нравится потому что это мотиватор я не знаю я честно не разбираюсь не в мониторах вообще не в какой другой движухи мне всегда нравится как звучит звучат мониторы которые у меня есть потому что они у меня есть и все и что-то дальше я куда-то еще пока не смотрю понятно но показывает здесь кто сидит нет нет все не ваш это держит лёвыч здесь сидит лёвыч из группы скриптонит это в итоге лёвыча у него здесь все хорошо про это я ничего не не знаю как тут что рассказано у него очень крутые мониторы я гляжу адам это серьезно будку вы вообще не используете по назначению да мы сегодня писаться будем не в будке не там вот есть как алка да здесь просто если вот камер туда заглянет там просто склад очень много студии да здесь очень много студий я мы были здесь с лсп у рома капелла в гостях то есть здесь вот много-много таких вот мест мы были у группы нервы они сидели тоже где-то отдельно раньше я был у смоки мост здесь студии она вот внизу где-то было они сидели ну собственно вот так вот каждый здесь творит все друг другу помогают как выяснилось я удивлен я этого факта не знал вот ребятам подогнали мониторы вообще комьюнити я бы назвал это именно комьюнити комьюнити очень крутое очень прикольно ты работаешь во фруктах да ты сказал сводишь сам все правишь сам все вообще никуда ничего не отдаешь не будешь отдавать да у нас есть у нас сейчас будет выходить альбом вот там мы делали аранжировки вместе с ромой капеллой рома привет и грегом аранжировки в остальном мы всегда все как-то двигаемся сами если мне память не изменяет ну приезжают ребята записывают гитары миша наш друг давай это драмы сделаем потише бочка бочка снэр сделаем потише прям сильно вот собственно версия от карандаша нет не бьется ты чё групп создается не ударными я просто думал уже ударными да надо ставить я бы их тоже погромче сделал не хватает их мы поехали на поезде и они они полетели на самолете потому что нам нужно было чуть больше времени потому что мы ждали пока вас послушать песню поэтому на 24 часа у нас было да у вас классные песни василия михайловича классный вкус я давно уже заметил вот макс когда мне показал свои песни еще давным-давно я филантроп 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 когда он еще жил в дзержинске я подумал блин такой вообще самородок я искренне желаю таким артистам выстрелить стать большими артистами талантливыми артистами они уже являются так ночью мы готовы писаться себя и не слышу а тут тут скорее всего не получится а что значит не получится как писаться будет с одним ухом задержка кстати задержка себя вообще все решится сейчас нормально раз двойную себя не слышу ну там просто и не будет такого скорее всего да не будет только музыка будет да но с одним мне погоди все слышно музыку на музыку слышно да значит нет нет покажи ты так пишешься покажи даже макс так делают некоторые вокалисты но все равно ты себя слышишь то есть ты можешь контролировать свой голос а тут получается а мне никогда неудобно кстати вот все проблемы которые у меня сегодня удобно это конечно классно все вот все проблемы которые у меня существуют даже вот это вот да в том числе они как-то меня не не сильно они не то что они меня должны ущемлять но они мне наоборот как-то вот в кайф не знаю слушай ну там почему только снэр ну на сам послушай а да да хочу тебя со штекером проблем что такое у меня просто здесь очень пикануло пока я ничейно подбором ключей верю стану наташиным ты выглядишь снова на лям и бачей хотя кинешь мне что не накрашено мой банковский счет пожалуй соснет по сравнению с папашиным верю но фишек во мне что тебя удивят будет больше чем звери запасись терпением пока я ничейно подбором ключей верю стану наташиным ты выглядишь снова на лям и бачей хотя кинешь мне что не накрашено мой банковский счет пожалуй соснет по сравнению с папашиным верю но фишек во мне что тебя удивят будет больше чем звери запасись терпением я буду еще в паре сегодня у нас кстати говоря 30 юбилейный выпуск 30 это большой юбилей и наши выпуски начинались просто как веселое времяпровождение где я ехал на какую-то студию непонятную совершенно в неизвестном мне районе к неизвестному человеку очень простой аппаратурой и вот здесь вот такой back to the classic сегодня мы практически ничего не говорили об аппаратуре но здесь говорить не о чем будете видеть это примерно как вашей первой студии в которой вы ездите конечно конечно это первая студия бриллиант медиа она называлась да 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 у них в итоге офигенская студия сейчас да но не знаю восемнадцатом году я у них был круто круто вот видите так развиваются надеюсь что и сегодняшний выпуск позволит развиться дальше и дальше и ваши и не только студии вот поэтому ребят главное творческая атмосфера и желание писать а техника конечно это красиво и классно выглядит для картинки если вы здесь ничего нет то никакая техника не поможет и одновременно можно вот вот на этом на двух ступеньках студия две ступеньки хочется закончить этот выпуск вот этой палкой специальной которая открывает здесь окошко совершенно естественная вентиляция в центре москвы посмотрели одну из маленьких студий газа всем пока надеюсь выпуск вам понравился подписывайтесь ставьте колокольчики и лайки